Каждый родитель желает знать. Программа для баб и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые родители. Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. Сегодня будем говорить о том, что нужно помнить родителям, отправляясь с ребенком в гости и принимая друзей у себя. Профессиональными советами с нами поделится кандидат психологических наук, доцент кафедры общей практической психологии Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса, добрый вечер. Добрый вечер, всем приятного сегодня разговора, такого очень важного и интересного. Каждый родитель желает знать. Новый год при всей своей красоте, волшебстве. Это замечательный праздник, но это стресс для ребенка. Вот как ребенка подготовить к этой стрессовой ситуации? Ну, мне бы хотелось, наверное, немножечко наших сейчас слушателей прям пару секунд посвятить вообще в то, что такое стресс. Стресс – это неспецифическая реакция организма на какие-то внешние раздражители. И один из знаменитых авторов, которые занимались стрессом, это психофизиолог Ганн Селье. Он вообще говорил, что стресс – это приправа к жизни, и что без стресса мы просто заплесневеем. Она пресна, наша жизнь. Да, абсолютно. Она будет скучна, пресна, неинтересна и надоест нам на второй день нашей жизни. Так вот, стрессовые переживания очень нужны. И тот же Ганн Селье и все ученые, которые так или иначе дальше изучали стресс, вслед за ним говорят о том, что есть стресс положительный и отрицательный. Есть эустресс, так называемый, положительный. Все положительные эмоции, в том числе новогодние праздники, да, они тоже являются стрессами. Почему? Потому что это какие-то внешние раздражителями, мы их назовем для психики, да, обстоятельства, все, что меняет привычную какую-то атмосферу, и поэтому нам надо к этому как-то приспосабливаться. Но в любом случае он положительный. Отрицательным он бывает тогда, когда мы переутомляемся, когда, например, я не знаю, там очень громкий салют фейерверка, и вот мы пугаемся, и ребенок пугается и начинает плакать, а что это происходит, да. Тот же там какой-нибудь грозный большой Дед Мороз, которого ребенок испугался. Да, вот это уже такое как бы отрицательное воздействие стресса. Ну и есть совсем сильный ди-стресс, это уже то стрессовое напряжение, которое разрушительно влияет на психику. Но я думаю, что в новогоднюю ночь мы все-таки в новогодние праздники, ну только какие-то самые чрезвычайные какие-то обстоятельства могут привести к этому такому разрушительному стрессу. А мы все-таки с вами говорим, да, вот о том самом стрессе, который, да, вот та самая приправа. Поэтому, по большому счету, переживание этого стресса, это тоже для ребенка опыт. Но только здесь мы тоже должны понимать дозированно, если ребенок обычно в режиме дня, например, ложится спать там в 9 вечера, там в 10 вечера, а тут вдруг новогодняя ночь, и вы решаете, что ребенку можно дождаться боя курантов, да, и вы включаете уже ребенка в большой праздник, может быть, в той или иной степени шумную компанию, то тогда, да, мы ребенку прямо рассказываем, что такое Новый год, и почему именно в 12, да, почему именно в этот момент меняются секундочки, минуточки, и за ними и день, и сутки, и месяц, и год, и так далее, да. Вот это все мы рассказываем ребенку, почему именно в 12. И мы готовим о том, что мы можем задержаться, а значит, зная вашего ребенка, конечно же, вы можете ему там чуть больше тихий час организовать, да, чтобы он выспался, чтобы отдохнул, чтобы для него физически было неутомительным дождаться 12, да, и получения подарка. А может быть, пока вы еще не считаете нужным это делать в рамках режима дня, и вы, да, с любимой игрушкой ребенка укладываете спать, а с утра он находит под елкой подарки, например. Да, это тоже стратегия, она тоже верная, если вы принимаете решение, да, что ребенок еще не выдержит, да, или вдруг он заснул, утомился и так далее. Поэтому подготовка тут будет, да, и психологической, и культуральной, и физической, когда вы даете, вводите изменения какие-то в режим дня и готовите ребенка, но если вдруг вы пока считаете, что это рано или ребенок уснул, то, да, будет другой сценарий. Но в любом случае это тот опыт, который тоже ребенок может получить. Если вдруг вы всегда ребенка укладывали в 21.30, а тут вдруг это там, да, час ночи, ну, это никакая не трагедия, ну, просто потому что, да, какое-то кратковременное нарушение режима, да, конечно, это стресс для организма, для ребенка, но при всем при этом, да, это тот стресс, конечно, который принесет огромное количество радости, ну, и тоже новые переживания, новые опыты. Вы посмотрите, да, как ваш ребенок выдерживает, да, вот такую вот нагрузку. Поэтому абсолютно нормально, и нет никакой трагедии, потому что некоторые мамочки так боятся, хотят быть такими правильными мамами, и так боятся нарушить режим дня, ну, абсолютно нет в этом ничего страшного. Даже как мы, да, такую параллель на взрослых, если мамочки наши, которые следят за своей фигурой, вдруг как-то чуть более плотно поедят за новогодним столом, ну, я не думаю, что будут какие-то очень серьезные последствия для их фигуры, ну, ровно так же, как не будет очень серьезных последствий для психики ребенка. Кстати, когда можно разрешать уже ребенку не спать допоздна, когда это имеет смысл? Ну, годовалый ребенок, наверное, все равно не поймет и не запомнит. А вот, например, 2-3 года. Когда ребенок вот уже запомнит? Может это запомнить, и когда это будет для него иметь значение? Да, на самом деле, если рассуждать, да, о возрастных кризисных моментах, которые с точки зрения Льва Семеновича Вугунского несут новообразование в психике, когда психика уже готова, ну, к более взрослой жизни на каждом этапе, да? То вот после кризиса новорожденности, кризис одного года, когда ребенок встает, да, и видит мир по-другому, и там начинает активно речь, развиваться и так далее, то следующий наш с вами кризис, да, это кризис трех лет, так называемый. Я думаю, что у кого из детки этого возраста или они уже, может быть, переросли, то все сейчас родители четко узнали, что это за кризис, таких не хочу, да, вот таких вот, мама, папа, я сам, я ничего не могу, но я очень хочу сам, когда маму можно там по коленке ударить типа смотреть, а что мама мне сделает за это, ну и так далее, да, такой самый прекрасный возраст, в котором родители вот узнают, на что способен их ребенок, да, если мы говорим о малышах, то здесь уже ребенок способен осознавать больше, запоминать информацию. У него здесь очень активно развивается словарный запас, как раз за счет того, что он получает большую информацию об окружающем мире. Поэтому вот здесь уже ребенок способен, да, воспринимать информацию, анализировать ее на своем, на детском уровне. В памяти больше откладывается, да, вот этих картинок и впечатлений, и поэтому вот примерно, да, с этого возраста опять все очень индивидуально, надо, конечно, смотреть, да, какая, насколько чувствительна психика у ребенка, да, чтобы не переутомлять его, но здесь его уже потихонечку, да, можно включать в общие праздники, может быть, дневные сначала, да, там вечерние праздники, потом уже, да, вот такие ночные, что называется, посиделки, но тоже очень дозировано, потому что здесь, конечно, мы говорим о том, какая у ребенка, да, высшая нервная деятельность, какие характеристики, насколько подвижна нервная система, насколько она устойчива, да, для того, чтобы вот ребенок тоже сильно не переутомился, и чтобы не было такого гипервозбуждения, да, психики, которая потом, ну, тоже, в общем, да, как-то длительно, мы бы потом выходили с ребенком из этого состояния, чтобы ему не нанести здесь вред, поэтому потихоньку мы можем уже с этого возраста, да, включать в такие, да, какие-то посиделки, в семейные праздники, прогулки, и даже, может быть, в вечерние, поздневечерние, ну, конечно, понимать, что если ребенок уже, видно, засыпает, все, засыпаем и так далее. А дальше уже 4-5-6 лет, да, тут вполне ребенок уже способен, да, вот здесь это выдержать, и нагрузку такую выдержать, но опять все. Режима не будет страшно. Да, сильно в избой режима тоже не будет, но опять все очень индивидуально, да, в зависимости от каждого конкретного ребенка, но в целом, то в этом возрасте уже вполне. А может, у здорового ребенка от волнения подняться температура? Да, совершенно спокойно, потому что, да, когда ребенок испытывает волнение, что значит волнение, когда ребенок чувствует, и мы это видим визуально, да, когда ребенок волнуется, то в кровь отделяется большое количество гормонов, да, и организм может принять, да, вот этот ответ на стрессовую ситуацию как ответ на какой-то воспалительный процесс, и поэтому, да, вот в такой ситуации может подняться температура, как гипервозбуждение, может подняться температура, как ответная реакция, да, на вот сильное возбуждение. Но если это так, то отдых, да, просто отдых, восстановление, они приведут организм в порядок. Просто не надо давать никаких жаропонижающих, просто дать ему отдохнуть и успокоиться. Да, если, ну, понятно, если больше нет никаких сопутствующих, да, проявлений, если не та ситуация, в которую надо к педиатру, да, обращаться, к врачу обращаться, то в этом смысле, да, вот такая часто очень субфибрильная температура, да, она может быть в ответ вот на такое, на перевозбуждение. Новый год – это время, когда все ходят друг к другу в гости. При наличии маленьких детей некоторые считают, что никаких гостей. Для кого-то это не повод отменять свое гостеприимство. Вообще, с какого возраста можно ходить с ребенком в гости, можно принимать у себя в большие компании, чтобы это, ну, как-то не навредило психике ребенка, скажем так. Тоже все очень индивидуально, потому что есть детки, которые, например, там, да, в грудничке, которые спят, и их пушечным выстрелом, да, на Петропавловской, значит, крепости никак не разбудить, потому что крепкий сон, здоровый, крепкий сон, все хорошо, и здесь, ну, там тот или иной уровень децибелов, да, в квартире, он им может вообще никак не помешать, лишь бы мама была рядом, и мама тут же отреагировала на то, что детеныш проснулся, да, или там надо что-то поменять, да, у ребенка какие-то гигиенические процедурки сделать, да, вот если мама в этом смысле все контролирует, и мама рядом, то вообще нет никаких проблем. Если ребенок, например, да, там беспокойно спит, разные бывают, да, все-таки процессы, и по-разному нервная система работает, то тогда, может быть, там стоит как-то воздерживаться, да, от шумных компаний для того, чтобы вот маленькому совсем, да, детенышу это как бы то ни было не навредило. Если ходить в гости с детьми, то тоже мы должны понимать, что если ребенок захочет спать, чтобы либо уйти из гостей, либо была бы возможность где-то, да, ребенку уложить спать, чтобы, да, он все-таки выспался, потому что понятно, что детки живут другим ритмом жизни, и это нам, взрослым, хочется еще посидеть с друзьями, поболтать, пообщаться, песен попеть, да, у ребенка в этом смысле свой режим организма, и ему хочется спать, и он, да, ляжет и заснет. Вот если мы идем в гости, то вот в этом смысле мы тоже, да, должны понимать. Если мы делаем какие-то праздники для детей, то тут тоже очень важно прям родителям это очень четко осознавать, что это праздник для детей, потому что родители часто делают детские праздники для себя. Да, я хочу праздника, и вот он, правда, он, с одной стороны, детский, но по большому счету какой-то совсем не детский получается, и поэтому здесь мы исходим из потребностей самого ребенка, и поэтому ходить в гости или принимать в гостей все очень зависит от вашего ребенка, если есть где, если что, ребенку отдохнуть, или если есть пространство для игры детей, когда взрослая компания, да, занята собой, своей компанией, то есть ли есть какое-то место, чтобы детки играли, или вот если вдруг они устали, да, обязательно под присмотром, обязательно, потому что, ну, к сожалению, если мы сейчас, например, приведем какие-нибудь там трагические случаи, то тут что только не происходит, да, когда, ну, это у нерадивых, понятно, родители часто очень в асоциальных семьях, вплоть до трагических случаев, когда дети остаются без присмотра, вот, и в новогодние праздники, да, педиатры свидетельствуют, ну, вот самый высокий уровень травматизма, и, к сожалению, детской смертности, когда происходят какие-то, ну, вот прям совсем-совсем такие, да, отрицательные, негативные ситуации, поэтому обязательно под присмотром, и здесь родители тоже должны очень четко понимать, что они пришли в гости с детьми, да, и поэтому им тоже хочется праздника, но они приняли решение прийти в гости с детьми, поэтому они должны ориентироваться на их график, на их ритм жизни, да, и на те потребности, которые есть у детей. А если родители идут в первый раз с ребенком в гости, надо его как-то подготовить, что-то ему сказать, что-то рассказать о том, как все это происходит, чтобы не было такой ситуации, что ребенок чего-то недопонял, и от этого начнутся капризы, которые никому не пойдут на пользу. Обязательно, обязательно мы рассказываем, потому что, особенно если это прям совсем маленькие детки, да, до трех лет, здесь очень важно ребенку рассказать, что такое гости вообще, что значит, что мы идем в другой дом, да, в другую квартиру, потому что с точки зрения теории привязанности, ребенок привязывается, да, в норме до одного года к одному-двум взрослым, а у нас, как правило, в нашей практике все-таки, это всегда и бабушки, и дедушки еще рядом, и для ребенка это довольно большое количество других людей, которые есть в его пространстве. И тут, если появляются новые люди, то их надо дозированно, да, потихонечку добавлять, но это естественно, что в его мире их не существует, и пока они будут восприниматься изначально как опасность. И поэтому, чтобы не было резкого перехода и резкого диссонанса, то ребенка надо подготовить, что мы идем в гости там к тете Марине и к дяде Васе, у них там тоже, может быть, есть ребенок или нет ребенка, да, и мы будем, у них проведем какое-то время в гостях, ты будешь с нами, а может быть, там у них есть вот кто-то, с кем ты будешь играть. Обязательно рассказать ребенку, потому что новый опыт нового человека, да, он в любом случае будет стрессовым для ребенка, и чтобы смягчить это, это хороший стресс, нормальный ребенок, в его окружение надо вводить новых людей, ничего в этом страшного нет. Но предупреждать очень аккуратно, да, и готовить. Более того, я хочу здесь сказать для наших уважаемых слушателей, что даже если на какие-то праздники, в том числе на новогодние, например, вы принимаете решение, например, поехать на отдых к своим собственным родителям, к бабушкам, дедушкам, ребенка, да, например, отправить на праздники, то тоже надо подготовить. Напомнить, что бабушка и дедушка, что они любят, ждут, и мама при этом тоже не оставляет, они тоже любят, да, и бесконечно ждут встречи. Вот это все важно проговорить, чтобы у ребенка было состояние безопасности, что родители его ни в коем случае не оставляют. Потому что субъективно, на бессознательном уровне, в этом возрасте, вот в маленьком возрасте, да, ребенок может принять решение, что мама с папой его бросили. Поэтому, чтобы не было этого, то ребенка мы готовим, да, к этому объясняем, рассказываем, куда мы поедем, зачем мы поедем, и что мы будем там делать. Маме с папой кажется, что, ну, мы же его отдали бабушке с дедушкой, это такие же родные люди, это же наши родители, да, а он на самом деле может воспринимать это тяжело. Да, совершенно справедливо. И, конечно, пройдет время, он адаптируется, и он вспомнит бабушку и дедушку, и, конечно же, он вспомнит, что они его бесконечно любят, но вот процесс, да, вот такой травмы уже может произойти. Поэтому для того, чтобы этого не было и смягчить, вот этот, да, переход, переезд даже на несколько дней, то надо обязательно подготовить и проговорить. Да, может быть, там, по телефону поговорить с бабушкой, с дедушкой. Если они где-то далеко, то на фотографиях напомнить. Если, ну, вы не живете вместе, да, с несколькими поколениями, то все это будет не лишним для того, чтобы, да, ребенка подготовить к поездке даже на выходные, например, к бабушке, к дедушке. Даже мы взрослые далеко не любим всех других взрослых. Вот если в компании мы пришли в гости человека, который явно не понравился ребенку, или мы знаем, что в компании будет человек, который не нравится нашему ребенку, ну, не знаю, голос у него не такой, пахнет он не так, или просто, может, он когда-то сказал ему что-то, что ребенку не понравилось. Не пойти в гости мы не можем, не позвать этого человека тоже не могут. Как подготовить ребенка, как себя вести? Ну, все-таки мне хочется здесь как бы чуть шире. Все-таки мы можем не пойти в гости. Знаете, такая история. Я все-таки за осознанность, да, и за ответственность за свое собственное поведение. И за то, чтобы не пойти в данном случае, да? Да, и за то, чтобы если прям сильно как-то неприятно, то, ну, мы имеем право выбирать всех людей в своем окружении, с которыми нам приятно. Ну, давайте гипотетически, да, допустим, что есть какая-то действительно крайний случай, да, такая ситуация, когда, ну, правда, прям очень надо. И если мы знаем, что есть какой-то, да, раздражающий фактор для ребенка, и какой-то есть человек, которого ребенок не очень любит. На самом деле сложно представить такую ситуацию, потому что у детей очень гибкая психика. Это мы, взрослые, так надолго сохраняем свое отношение, да, к человеку, и так долго можем сохранять... То есть это нам может казаться, а на самом деле все не так. Да. Очень часто это наши проекции. Это нам, взрослым, не нравится этот человек, и мы сочли какие-то его поступки, его действия или там, да, что-то по отношению к нашему ребенку, как негативные. Вряд ли вот прямо у ребенка, у маленького, будет стойкое негативное восприятие другого человека, а тем более взрослого человека. Может, да, быть такое, что там ребенок скажет, что мне там не нравится какой-нибудь там дядя Паша, потому что в прошлый раз он на меня так накричал, но он мне не нравится. Это, скорее всего, я дядю Пашу боюсь, да, потому что в тот раз он на меня как-нибудь там сильно накричал. Тогда, да, мы создаем безопасное пространство, например, и мы смотрим, как ребенок реагирует вот здесь и сейчас на этого нашего условного дядю Пашу, или мы, да, разговариваем с дядей Пашей, что если что-то, есть какая-то претензия к моему ребенку, то ты ее выражаешь мне, а не моему ребенку. Ну, не секрет, что бывают такие взрослые, которые не всегда задумываются, что они говорят нашим детям. Ну, например, что ты держишься за мамину юбку, да, а ребенок просто не хочет отходить от мамы в незнакомой ситуации. Или, там, почему ты не ешь, хотя, в принципе, это не дело этого дяди Паши, который, да, это вообще мамино дело, ест у нее сейчас ребенок из тарелки, и это ей надо задуматься, там, кормить его или покормлю, когда домой приду. Вот как в такой ситуации себя вести, если кто-то дергает ребенка? Что должны делать родители? Ну, здесь родители очень четко в такой ситуации, когда кто-то чужой взрослый дергает ребенка абсолютно точно, даже если это бабушка с дедушкой, несут ответственность за ребенка только его родители. Это абсолютный закон. И здесь тогда надо взрослым это обсуждать, да, и тогда можно сказать, да, вот там условному нашему дяде Паше, сейчас всем Павлом привет, да, условному нашему дяде Паше сказать, что, да, сейчас, если ты хочешь это обсудить, давай мы это с тобой обсудим, а детенышу, да, своему ребенку сказать о том, что вот сейчас, как вы договорились, так вы и действуете, да, о том, что мама рядом, и, да, мама сама с взрослыми решит, да, эту ситуацию. Если вы видели, что уже ребенок как-то отреагировал, ну, заплакал, я не знаю, там, смутился, да, ну, да, ребенок вам подошел тогда его обнять обязательно, да, защитить, показать, что мама рядом, мама здесь, и мама за тебя, ну, или мама, или папа, мама за тебя с папой в любом случае заступится, и ты здесь под нашей, да, под нашей защитой. И если вот тут тоже ведь, если этот, там, условно, дядя Паша, он близкий какой-то человек. Ну, может быть, дедушка. Да, если дедушка, то тогда это, да, тогда это обращение родителя к своему родителю, да, что мы это обсудим потом. Это наши с вами взрослые истории. И тут мы очень часто в эту ситуацию попадаем, когда, я еще раз хочу напомнить, что только родители несут ответственность. И тут тогда вот тот самый родитель, который реагирует на этого Пашу, он тогда в свою детскую историю проваливается, что он не может сейчас со своим, там, отцом или, там, со свекром, там, с тестем и так далее, да, какие-то выстроить отношения. А ребенок должен знать, что родитель всегда в данном случае в присутствии посторонних, ну, не посторонние они люди, других людей, что он всегда под защитой своих родителей. Да, что бы там ни случилось. Потом уже можно обсудить, как ребенок себя вел, что он правильно, неправильно делал. Но здесь и сейчас, при любой, какой бы то ни было угрозе эмоциональной и физической, при любой родитель рядом. Да, мне кажется, еще очень важный момент, если мы говорим, да, про гостей, когда, если кто-то дарит какие-то подарки ребенку, вот именно здесь от чужих людей, да, вот именно если гости, вот именно только здесь вот этот момент, то часто очень, да, бывает, либо, ну, взрослые должны согласовывать, да, может быть, что ребенка, чтобы... Потому что такое бывает, что если кто-то гостей, там, подарил подарок, а родители считают, что, там, это нельзя, или это очень дорого, да, или еще что-то, и вот это начинается при ребенке, вот это нет, возьми, отдай, не бери, не возьми, вот здесь это все-таки тоже, да, чтобы была вот эта ситуация. Ну, и когда, если мы говорим о гостях, то здесь ведь тоже очень большой, большой такой нюанс развивающий, потому что ведь это другие люди, а как разговаривать с взрослыми людьми, да, а как реагировать на взрослых людей, а можно или нельзя перебивать взрослых, когда они разговаривают, а это очень часто, да, вот сейчас ты же видишь, что взрослые разговаривают, а у ребенка невыносимо, ему хочется что-то сказать. Вот прямо здесь сейчас можно, вот, а тут как договориться, да, и, конечно, если ребенок прибежал, а он нарисовал потрясающий рисунок, это же шедевр, ему тут же хочется поделить, а тут взрослые разговаривают и ведут светскую беседу, то тогда можно, если у вас есть четкое правило, да, в гостях не разговаривать, например, в смысле, да, правило поведения, если вы запрещаете ребенку перебивать взрослых, обязательно надо все равно на него обратить внимание, да, и надо поддержать себя и свои правила, и сказать, сейчас, малыш, вот мы договорим, да, я вижу, что ты хочешь со мной поговорить, и мне тоже это очень важно, но, пожалуйста, да, вот я сейчас завершу, и я обязательно к тебе вернусь. Это в том случае, если, ну, вот, есть это, да, правило, что взрослых перебивать нельзя, но в данном случае обязательно ребенку показать, что вы его видите, да, вы на него обращаете внимание, и что вам очень важно то, с чем ребенок вам подошел. Вот это вот очень важный момент. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашим экспертом, кандидатом психологических наук, доцентром кафедры общей и практической психологии Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко. Поговорим о том, когда же можно отпускать детей и встречать Новый год в своей компании, и почему так важно победить свои страхи и разрешить-таки ребенку встретить самый семейный праздник без семьи. Ну и, конечно же, затронем тему подарков. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Podcast, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке, включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.